Так, начнем сегодня с главной звезды последних дней, с Кадырова, да? Как вам вся эта история? Что происходит? То он жив, то он воскрес, то он снова, то у него почки отказали, то ему врачи из Объединенных Арабских Эмиратов вызывают диагнозов в сети навалом. Сама его пресс-служба продуцирует какие-то видео, которые критики не выдерживают. То погода не совпадает, да, то там, то речь, видно, наложена другая при монтаже. Как вам эта история? Возможно, вам что-то известно из Москвы? Мне всю последнюю неделю приходилось комментировать вот эту всю неурядицу с противоположными какими-то новостями, которые взаимоисключающие, я бы так даже сказала. И поэтому я уже в конце концов подумала, не только мне, но и многим нашим подписчикам, может, эта тема изрядно надоела. Но тут я посмотрела вчера выступление Юрия Великого, и после его Айрана Кефировича и, значит, Рамзан Мордатовича, у меня как-то открылось новое вдохновение, и я решила все-таки, что правильно надо еще раз это все обсудить, для того, чтобы подвести какой-то итог. Значит, есть интервью главы правительства Ичкерии в изгнании, где говорится о том, что уже 15 лет он непрерывно, как, не знаю, там, вавилонская блудница, не останавливаясь, употребляет все известные науки, запрещенные вещества. Такое, конечно, такой нагрузки, наверное, не выдержал бы ни один организм, и организм этого Айрана Кефировича не стал исключением. Ну, дальше. Значит, то, что его, эта вся ситуация, в которую он сам себя погрузил, вот, начиная с того момента, как он в тренировочных штанах оказался впервые, значит, предоставлен широкой общественности в кабинете у Путина, после того, как они взорвали его папу, ФСБшники, вот с тех пор он всячески пытался узурпировать там власть и делал это с таким вот удивительным, так сказать, прогрессирующим идиотизмом, что всякий раз Чечня набирала чуть больше ста процентов, приходилось потом несколько там десятых долей этих, значит, десятых от показателя убирать, чтобы, ну, хотя бы 99,8 или 98,9, ну, вот они все игрались там в этих пределах. Ну, это, естественно, фарс. Другое дело, что самоназначивший себя академиком вот этот вот инвалид Паричи, он в основном посылал матом журналистов, которые отчаивались поинтересоваться у него названием его докторской диссертации. Ну, как он поступал с журналистами, дело тоже известно. Это, конечно, трагедии просто, это и поведковка, и сравнительно недавний случай, когда все газеты пестрили о том, как поступили с журналисткой и так далее. Но при этом были другие вот эти, так сказать, пропагандисты, типа Тины Канделаки, которые не гнушаются даже этим. У них ничего, вот, так сказать, настолько они любят эти легкие деньги, что даже, я уже не говорю о морали общечеловеческой, но даже коллегиальности никакой нет. То есть они продолжали его, ну, так сказать, гламуризировать для обывателя. А он в это же самое время прекрасно понимал, что у него головореза и такого, ну, как сказать, палача, который сам занимался этими пытками, который убивал непосредственно, да и в том числе российских военных, пардон, которые тоже, наверное, некоторые с удовольствием бы ему отомстили. Значит, сколько унижений претерпели ФСБшники, это уже отдельный разговор тоже. Но при этом, при всем, у него еще очень много кровных врагов. И логично, братья Ямадаевы, которые были когда-то его партнерами, оказались расстрелянными в Москве. Но это же все кланы. И, естественно, что они все там от него очень-очень устали. Он уже полез за пределы Чечни. Он полез, значит, на родовые земли, очень важные для ингушей, полез в Ингушетию. Там был большой, грандиозный скандал. То есть все устали там от этого. Ну и, конечно, всякие там кланы типа Даудовых, Байсаровых, Геремеевых, это такие тоже конкурирующие с ним, которые в данный момент, когда он ослаб, безусловно, так сказать, ждут каких-то таких изменений, чтобы тоже что-то урвать или водрузиться даже на выжделенный трон. Хотя вот этот Адам Дилимханов, он, судя по всему, вот для власти сейчас наиболее вероятный вероятный или компромиссный головорез из всех. Но тут бы я хотела сказать, почему вот он 15 лет неустанно травит свой организм алкоголем, наркотиками, кальяном и всем остальным. Ну, опять-таки, судя по тому интервью, которое дал глава правительства Эчкерии в изгнании, я думаю, что он все эти годы чрезвычайно внимательно наблюдал за всем, что делает узурпатор в его родной Эчкерии. И поэтому я думаю, что мы можем совершенно спокойно полагаться на ту информацию, которую мы имеем. И, соответственно, он вел образ жизни, который был призван устрашать всех вокруг. И при этом он, конечно, хотел, видимо, забыться каждый раз все больше, понимая, что нож может в спину быть, так сказать, ему засунут со всех сторон, что называется. Даже тот же золото, в котором он поставлял своих головорезов в Росгвардию, тоже в какой-то момент мог бы его и предать, а почему нет. И по приказу Путина любой из этих головорезов двойного такого, знаете, употребления, вроде и в Росгвардии, вроде и при нем, и пойди пойми, но они же все могли бы его предать. Вот он в этом угаре. Почему я перевела пример эту в Вилонскую буднице? Он просто находился в угаре, в пике. Конечно, в конце концов его раздуло, разнесло, и он попал на диагноз. Это уже было какое-то время назад, может быть, даже больше полугода, а может быть, даже и год. Я тут не скажу, тут надо точнее интересоваться у тех, кто за ним непосредственно следит. И вы знаете, что самое удивительное? Я сделала предположение, и сделала я это предположение первое, из-за чего они достаточно быстро объявили вот эти все его приближенные, вот эти там, кто там вокруг него, что я у них там одна из самых там злейших врагов, по той причине, что я сделала первое, получается, предположение, которое оказалось правдивым. Моя гипотеза заключалась в том, что диагноз, в конце концов, в его случае путь тупиковый, потому что он не собирался менять своего образа жизни. И, соответственно, этот диагноз давал все меньшие результаты, и делать его приходилось все чаще. Видимо, тогда предположила я, это было еще летом, скорее всего, под предлогом поездок в Мекку, то есть религиозной какой-то там своей жизни. Ну, это, конечно, под видом. А на самом деле он нашел все-таки клиники. Я подумала, может быть, это и в Саудской Аравии, возможно, в Арабских Эмиратах. Он, кстати, для Путина очень большую проделывал там работу. Это так странно, казалось бы, богатые страны, но какой интерес им вообще в дружбе с Кадыровым. И, тем не менее, он там смог за многие годы с некоторыми династиями, может, немногочисленными, но все-таки с некоторыми династиями простроить определенные отношения, которые, конечно же, Путина интересовали на Ближнем Востоке. И вот, вероятно, воспользовавшись этими своими наработками, он все-таки нашел каких-то авантюристов, которые решили рискнуть и все-таки сделать ему пересадку почки. Это было мое предположение. Но я сказала, что я не верю в исход благополучной подобной авантюры по той причине, что, во-первых, образ жизни, общеизвестно, сколько надо готовить пациента к подобному, общеизвестно, насколько тяжела потом жизнь, и, так сказать, все время иммуносепрессивная терапия, и вообще там сражающие всякие там диеты и ограничения. Но, тем не менее, когда человек все делает и все переживает, вдруг такое бывает, значит, то бывают и случаи, когда и более 10 лет живут люди по-разному. Но в его варианте это, конечно, в изношенном организме, протравленном уже просто и абсолютно погруженном в этот мрак уже полусознательного хамского существования, когда он просто уже не мог сдерживаться, он в постоянные ярости, он впадал в припадки неконтролируемого гнева, он в какой-то то ли абстиненции, то ли ему нужно догнаться, то ли он в принципе вел себя просто как пациент наркологической клиники с таким хорошим психиатрическим еще отделением. В общем, я сделала это предположение тогда, и, как видите, оно оказалось, судя по всему, правдивым, потому что мы опять-таки черпаем из теперь уже источников более приближенных в разы, которые, конечно, интересовались этой всей историей гораздо, так сказать, тщательнее, чем я. И вот появилась информация, что они для того, чтобы найти подходящий орган, даже провели эктомию, то есть вырезали почку у дочери, у его родной дочери, и, соответственно, готовили его, видимо, к этой трансплантации, и, может быть, даже ее провели. Но, судя по последним событиям, это, естественно, предсказуемо негативному, с точки зрения, так сказать, прогнозов медиков привело к результату, а я вам даже, наверное, вы лучше мне расскажете, нашим зрителям, что бывает, когда организм вдруг резко признает орган инородным. Ну, естественно, что это кому-то, это же скоротечно все. Тут теперь нужно волноваться за жизнь этой дочери, у нее осталась вторая почка. Ну, тут мне сложно комментировать. Мне кажется, что там вообще у него такой подход, тем более к женщинам, независимо от того же дочь, она там или кто, видимо, как частично расходного материала, или, возможно, там для каких-то его политических заявлений бывает что-то нужно, тогда кто-то становится неожиданным министром культуры, а другие могут, так сказать, ходить неграмотные суры, какие-нибудь учить наизусть, вот, ну, такое. Значит, поэтому, поэтому, судя по тому скоплению машин и всего того, что там происходит, конечно же, никто не ожидает, что он на этом свете проснется из комы, если это и произойдет, то только в преисподней. А может, уже произошло, и он там уже бродит, значит, в обнимку с чертями, пока они выбирают ему чан с бурлящим маслом, или еще с какой-нибудь кровью, которая, значит, прежде его этих самых обрядов и жертв. В общем, пока это все происходит, и они не могут констатировать для общественности, для прессы факт его физической кончины, они, конечно, могут имитировать, что тушка еще под какими-то проводами, что якобы что-то там еще не совсем, или там не так, или это медицинская кома, или что. Но я думаю, что это связано с тем, что по религиозным соображениям их положено хоронить до захода солнца этого же дня, поэтому такой кульбит, который они проделали с Жириновским, тут не подходит. Жириновский ждал, пока его придадут земле, месяц в морге, в рефрижераторе морга, пока, значит, Кириенко подыскивал какую-то годную, ну, абсолютно провальную в итоге кандидатуру на наследие вот этого педофила, и... ужас, я даже не знаю, как вам его описать, понимаете? И уравновешенного человека, скажем. Как выгребная яма вот этих человеческих пороков. В общем, в итоге они нашли этого бастарда Рукасуя Слуцкого, но, как видим, не справляется он со взваленными на себя обязательствами. Периодически приходится в Твиттер непротрезвевшему Медведеву выходить и добавлять перчинки, так сказать, в это мутное болото с армагеддонами и прочими всадниками. Хотела сказать, не знаю, можно ли, всадниками апокалипсиса, в общем. Ладно, запикайтесь, не понравится. Вот, так вот, значит, вернемся к тому, что там у них происходит. Значит, у них нет такого разбега. Они вынуждены что-то там сейчас спешно придумывать. И дальше начинается такая романтизация. Они легендируют этого, значит, головореза, рассказывают, что детское тему травили. Это мы уже слышим из нескольких источников. Будто бы даже для правдивости, надо же придать этому всему, так сказать, значительность. Ну, если его травили, где же, значит, озверевший этот, значит, вот этот, как его сказать, каллигула? Почему не расправился, значит, с... Как же? Уже, значит, читаем. Оказывается, еще год назад закопал живого своего врача. Значит, заживо закопал, в смысле. И это потому, что, видимо, врач все-таки отважился ему сказать, что перспективы, во всяком случае, ну, вот так вот, прям прогноз неблагополучный для него, неблагоприятный. Но это же ничего не изменило. Ну, для того, чтобы легендировать это все, героизировать, ароматизировать вот эту всю, ну, просто, я не знаю, как это сказать, мясника этого. Для этого они стали рассказывать, что, дескать, ну, а как потом? Ну, им нужно отготовиться к пышным похоронам в Грозном. Надо же признать этому всему такой вид, что он, так сказать, молод еще был. И вот потравили его. И, дескать, из-за этого, ну, а что делать? Мы же все-таки его усилиями во многом достаточно, ну, так сказать, стала специфическая, скажем так, республика. То есть там много и темных, и необразованных даже, как бы ни странно это прозвучало. То есть советская вся энергия, направленная на ликвидацию безграмотности, явно там потерпела, в конце концов, достаточно быстрый крах. И, в общем, как ни крути, есть, конечно, такие конкурирующие, скажем так, кланы. Там, безусловно, есть вполне себе продвинутые и образованные. Есть очень много такой, ну, так сказать, уже темной, что ли, обскурентной, наверное, какой-то там общественности. Ну, и есть самое главное. Те, которые уехали из Чечни в надежде вернуться или приложить все усилия для того, чтобы вернуться в итоге в свободную Чкерию. Вот я считаю, что легион, в составе иностранного легиона есть батальон имени Джохара Дудаева. Отважные войны, которые, конечно, сейчас помогают украинской армии добыть победу, но в любом случае наверняка приложат свои усилия к тому, чтобы, наконец-то, Ичкерия стала свободной. То же самое хотелось бы сказать о вообще оппозиции. То есть это и правительство в изгнании Ичкерии, ну, и вообще оппозиционеры, и журналисты, и блогеры, которые отчаянно сражались с этим совсем, рискуя и сами, и родственники их. Сколько драматических, трагических событий произошло за то время, пока Путин и Кадыров совместно узурпировали власть в так называемой Чечне, потому что я бы очень хотела, чтобы она как можно быстрее снова начала называться Ичкерия. Поэтому вот такая вот ситуация. Я думаю, что они все готовятся к этим пышным похоронам, безусловно, пытаются его героизировать напрасно. Но все эти косвенные признаки говорят о том, что, конечно, из никакой комы он уже не выйдет. И это все давние какие-то фейки. Более того, самое очевидное, когда они там якобы в какой-то палате кого-то посещают, то там у врача, который предваряет эту запись, маска, то есть там можно что угодно сказать его голосом или даже другим голосом из-под маски. Даже не нужно заниматься подбиранием артикуляции, липсинга или еще. И в этот момент из-за маски голос. Сейчас 20 сентября. Где слышали? 20 сентября. А сейчас зачем, спрашивается, если бы ситуация была как бы такая обычная, рутинная. Для чего врач вдруг объявляет дату этой съемки?